3762 случая заражения коронавирусом зарегистрировано за минувшие сутки в Азербайджане. 3812 человек вылечились, 38 пациентов скончались. Согласно статистике, вакцинацию от коронавируса в стране за последние сутки прошли 85 760 человек. Общее количество примененных доз вакцины по стране превысило 7 миллионов. При этом первую дозу вакцины получили свыше 4 миллионов 287 тысяч человек, вторую – 2 миллиона 800 тысяч человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за август возросло примерно на 20 миллионов, что на 4,5 миллиона превысило июльские показатели, свидетельствует подсчет и ТАСС. Высшая заболеваемость была только в апреле 2021 года, когда на планете выявили более 22 миллионов заболевших. Эпицентрами пандемии сейчас являются Северная Америка и Азия. В некоторых странах Западной Европы, где в середине лета регистрировали серьезные вспышки, ситуация улучшилась, но стала хуже восточной. Там власти уже заговорили о четвертой волне. Вслед за заболеваемостью растет и смертность. Если в июле в мире умерли примерно 265 тысяч заразившихся, то в августе уже около 300 тысяч. Финляндия ослабляет карантин в столичном регионе. Решение было принято после оценки последних показателей развития эпидемии. В местных органах здравоохранения считают, что ситуация все еще остается рискованной, однако ограничения на массовые собрания уже можно ослаблять. В Болгарии с 7 сентября по 31 октября вводят новые ограничения в рамках борьбы с пандемией. В частности, в стране запретят массовые мероприятия, на которых число присутствующих не ограничено определенным количеством сидячих мест, закрываются детские центры и клубы, спортивные мероприятия в помещениях будут проводиться без зрителей. В Грузии новый антирекорд смертности от COVID-19 за сутки с начала пандемии. За последние 24 часа в этой стране от последствий коронавирусной инфекции умерли 86 человек. Германии могут разрешить работодателям некоторых сфер спрашивать о наличии вакцинации. Канцлер Ангела Меркель ранее заверила, что Германия не планирует вводить требования вакцинации ни для одной из категорий. Напомним, некоторые страны, как Франция и Греция, требуют от работников медицинской сферы прививаться от коронавируса. Еще ряд профессий могут выходить на работу только по наличию COVID-сертификата, что подразумевает как наличие вакцинации также перенесенную болезнь. При отсутствии данного документа работники могут предъявить результаты ПЦР-теста. Четверо полицейских получили ранения во время протестов против вакцинации в Лондоне минувшим днем. Группа митингующих пыталась штурмовать штаб-квартиру регулярного агентства по лекарственным средствам и медицинским товарам, который является органом, ответственным за одобрение использования вакцин против коронавируса в Великобритании. На кадрах в социальных сетях видно, что полиция удерживает людей от входа в британский регулятор на площади Кабот. Демонстрации проходили и в других местах британской столицы. Консультативный комитет Великобритании по вопросам вакцинации заявил, что здоровым детям в возрасте от 12 до 15 лет не следует делать прививки против COVID-19. Местный комитет по вопросам вакцинации и иммунизации заявил, что хотя пользы от вакцинации здоровых детей незначительно больше, чем потенциальный вред, размер пользы считается слишком малым для поддержки всеобщей вакцинации здоровых детей этой группы. В Дании начнут предлагать третью дозу вакцины жителям домов престарелых. Такую рекомендацию обнародовало Национальное агентство здравоохранения, где отметили, что для этой группы особенно высок риск тяжелого течения заболевания, поэтому жилым людям лучше обновить защиту.